Благотворительный телемарафон «Согреем детские сердца» состоялся. Шесть часов в эфире телеканала «Беларусь-4 Могилёв» гости из разных районов области. Более полусотни благотворителей и дети, которым всегда нужна наша помощь. Но особенно в рождественские и новогодние праздники. Благотворительный марафон уже десяток лет проводит Могилёвское областное отделение Белорусского детского фонда при поддержке областных властей. И за это время жители Могилёвщины собрали 700 тысяч рублей на добрые дела. Телерадиокомпания «Могилёв» поддерживает этот важный благотворительный проект телемарафоном, где мы вместе с гостями и телезрителями собираем пожертвования для поддержки детей с инвалидностью. Добрый день! Вы смотрите телеканал «Беларусь-4 Могилёв». Телемарафон «Согреем детские сердца» телерадиокомпания проводит уже в седьмой раз. Для нас стала традицией предпраздничные дни накануне Рождества и Нового года позаботиться о тех, кому повезло меньше. Тем более, что речь идёт об особенных детях, которые нуждаются в помощи и поддержке. Одна замечательная девочка сказала, доброта – это когда у тебя доброе сердце. Она сегодня будет принимать участие в телемарафоне. Когда доброе сердце, конечно же, ты будешь делать добрые дела. Я желаю всем детям крепкого-крепкого здоровья, чтобы их заветные мечты обязательно сбылись. Приятно, что мечта самой Кристины сбылась в нашей телестудии. Ученица Мастиславской специальной школы-интерната для детей с нарушениями речи получила в подарок ярко-красный городской рюкзак от Могилёвского института МВД. Люди в погонах – представители правоохранительных ведомств. Традиционные гости – телемарафона. Хотелось бы пожелать самое главное – это здоровья, добродушности, взаимопонимания, помощи друг другу, оказывания. Ну и всего самого наилучшего, особенно самое главное – здоровья и заботу друг о друге. Напомним, что наш телемарафон – это только часть большой благотворительной акции, которую проводит в регионе областное отделение Белорусского детского фонда при поддержке областных властей. Сегодня мы пришли уже сюда даже не с пустыми руками, потому что 13 договоров о спонсорской помощи мы заключили. Это помогло нам уже решить вопрос заказа сладких новогодних подарков. Поэтому на все наши мероприятия марафона уже закуплено полторы тысячи подарков для того, чтобы дети были довольны и праздники получились. Гости телемарафона приехали к нам с самых разных уголков Могилевской области. И атмосфера в нашей студии очень свободна и дружелюбна для взрослых и для детей. Нашим детям все равно не хватает поддержки, любви, ласки. Оживание все у нас всегда приземленное. Все надо, все, что можно. Мы будем рады всему. Безусловно, это новогодние подарки, но помимо подарков им нужно обычное живое общение. Они должны знать, что рядом с ними находятся люди, которые могут им помочь в трудную минуту. Пожертвования – это маленький вклад в большое благое дело. Речь идет не только о состоятельных людях или крупных высокодоходных предприятиях. Это сбор средств для детей – коллективное усилие всех неравнодушных людей. А особенные дети нуждаются в особой поддержке. Собранные во время областного благотворительного марафона средства направят на адресную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, больным малышам и ребятам из малообеспеченных семей. На оборудование для Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Часть собранных средств пойдет на оборудование в Бобруйскую школу-интернат для детей с нарушениями слуха. Здесь учатся ребята из всей области и даже других регионов. На первый взгляд, это обычная школа. Вот только учебный процесс здесь организован по специальным программам. Для детей с проблемами слуха очень важно научиться воспринимать речь на слух. Следующий этап – научиться говорить и желательно правильно. Детки, приходя к нам в три года, уже к четырем годам хорошо воспринимают таблички глобальных, понимают, проговаривают элементарные простые слова, поэтому с детьми уже можно хорошо общаться. Самостоятельное становление речи без дополнительной коррекционной работы у детей с нарушением слуха практически невозможно. Педагоги-дефектологи занимаются в специальных кабинетах. Сделать уроки более эффективными помогает дидактический материал и оборудование. В нашей работе очень важно зеркало, поэтому использование умного зеркала позволило бы задействовать зрительный анализатор ребенка, и он бы увидел то, что недоступно ему для восприятия на слух. В этой бавруйской школе учатся более сотни детей, среди них есть дошколята, а школьники, несмотря на проблемы с речью, учат и белорусский язык, и иностранные. Те ребята, которые приезжают из других регионов, живут в интернате. Школа – это дом. И для того, чтобы был уют в доме, понятно, хочется развивать, приумножать. Ну и для этого создаются все необходимые условия, чтобы ребенок, особенно дети, которые круглосуточно находятся, чувствовали себя комфортно, благоприятно. Несмотря на нарушение слуха, эти ребята любят простые детские радости. При школе есть даже своя футбольная команда. У нас ребята любят физкультуру. Я мечтаю подарок в спортивный уголок. Буду развивать силы, чтобы стать, вырасти настоящим мужчином. Кстати, Ваня побывал в студии телемарафона «Согреем детские сердца» и рассказал, что его желание о спортивном уголке уже исполнилось. Помогло офицерское собрание областного военного комиссариата. Присоединяйтесь к добрым делам. Сделать благотворительный взнос в адрес областного отделения Белорусского детского фонда можно в любое время.